Праздник День Открытия Города отмечается в Череповце с 2013 года. В этом году он совпал с празднованием Дня России 12 июня. И этот день готовит для череповчан множество развлечений. Это и фестиваль серых щей, традиционная воскресенская ярмарка на Советском проспекте, шествие и фестиваль уличных театров и кино под открытым небом. Но если с развлечениями все понятно, то что же это за праздник, такой День Открытия Города? И какова его история? Спросим об этом у череповчан. День Открытия Города. Что это такое за городской праздник? История какая-то есть. Я не знаю, я знаю. 12 июня День Конституции, а День Открытия Города я не знаю, такой праздник. День Открытия Города вроде ноябре. День Открытия Города? Нет, не знаю. Не знаю. Я знаю, что День Независимости России и все. Историю нет. К сожалению, нет. Как что, День России? Что? А открытие Города? Ну, Бог его знает. Ну, я на дачу веду, меня все равно тут не вон. Слышала я о том, что именно 10 июня, а не, как обычно говорят, 4 ноября 1777 года, когда Екатерина II подписала указ об образовании города, видимо, были найдены какие-то доказательства вещественные, археологические, да, во время раскопок, которые свидетельствуют о том, что наше поселение, которое было на территории нашего города, намного древнее. Я даже слышала о том, что хотели, вроде, даже перенести празднование Дня Города на 10 июня. Было даже такое. Вроде кем-то из церей отменен был статус города, а потом возвращен Павлом Третьим, по-моему, нет? Я, может, вру. Кем-то возвращен был, и так как статус города вернули, то это считается Днем Открытия Города. Вроде так. Традиционно Днем Рождения Череповца является 4 ноября 1777 года. Это тот день, когда был подписан указ Екатерины II об учреждении ряда городов, в том числе и нашего. Но появляется еще и летний праздник. Дело в том, что когда вступил на престол Павел I, то ситуация изменилась. Он не слишком-то любил свою мать, и поэтому ряд указов Екатерины II были отменены. Александр I, сменивший Павла на троне, с большим уважением относился к своей великой бабушке, поэтому вернул некоторые указы, в том числе и статус нашего города. Череповец вновь перестал быть поселением, он вновь стал городом. Конечно, есть и другие предпосылки для того, чтобы праздновать День Рождения Города летом. Например, известно из археологических раскопок, что в VIII, IX, X веке здесь было довольно-таки крупное поселение, практически городского типа, можно сказать, то есть имевшее признаки города, городского поселения. И также с летним периодом связано и известное путешествие московского купца, который плыл по реке Шик-Сне в Белозеро и вдруг стал свидетелем солнечного затмения. Это событие произошло также летом в 1352 году. И после этого, через год, этот купец принял постриг, стал одним из основателей Череповецкого-Воскресенского монастыря. И этот факт тоже можно связывать с началом возникновения нашего города. Я помню те времена, когда в 1977 году летом праздновали 200-летие нашего города, 200-летие Череповца. Но постепенно дата изменилась и снова стали праздновать официальный день рождения 4 ноября. Тут, конечно, были свои сложности, скорее всего, для учреждений культуры. Артисты, выступавшие на улице, простужались, болели. Это, конечно, не слишком было комфортное время и для горожан. Ноябрь не располагает к такому народному глянью. Поэтому разговоры о том, чтобы вернуть городу праздник в летнее время, они велись давно. И, пожалуй, только лишь предначальники Управления по делам культуры Леониду Валентиновичу Лаврове праздник вновь вернулся на Советский проспект именно в июне. И уже он стал приурочен в праздничной дате 12 июня. Хотя вот сама дата учреждения, это, по-моему, 10 июня 1802 года. Субтитры создавал DimaTorzok